Продолжается матч против Максима Снегурова, и у нас четвертая партия, тот же контроль 3 плюс 2. Ну и решила все-таки сыграть Е5. Тем не менее, конь Ф6 не играет больно, потому что уж больно много там у Максима анализов. Сыграю венгерскую партию. Д4, просто Д6. Кстати, мне кажется, что дебют лучше, чем его репутация. Смотря на то, что у белых довольно много путей к небольшому перевесу, но вот большой перевес получить обычно не удается. Объективно, я думаю, что один из сильнейших планов за белых, это все-таки взять на Е5, побить на Д8, и там можно рассчитывать на плюс. С3 тоже возможно с такими вот испанскими мотивами. Мне интересно, что будет, если я возьму пешку. И4. То есть при положении слона на С4, вот эти все трюки с конь Е4, Д5, конь Б8, ферзь А4 и шаг не проходят, потому что слона на С4 перекрывает горизонталь. В Л1, конечно, белые сыграть могут, но там последует Д5. Или, да, в лучшем случае, конь Ф6. Вроде бы без особых трудностей для меня. Ну, давайте попробуем взять пешку. Почему бы и нет? Слон Д5, ну да, это возможно, но получить преимущество двух слонов здесь должен быть для меня относительный комфорт. Конь Ф6, он Ц6, БЦ, ДЕ. Я могу взять ДЕ, но там структура плохая. То есть, видимо, про сыграть конь Д5. Ну, в том случае, наверное, лучше ничего нет. Здесь надо подумать. Скорее всего, конь Д5 надо играть. Есть и альтернативы. Может быть, даже конь Д7 ход возможен. Конь Д7, правда, слоной в 4. Там Д5. Выглядит слегка искусственно. Вряд ли это хорошо. С другой стороны, после конь Д5, белый ПЦ4, конь, как обычно, уйдет на довольно неказистое поле Б6. Тоже есть свои недостатки. Можете все-таки конь Д7 пойти. Слоной в 4. Хотелось бы сохранить центральную структуру неприкосновенности, но не пойму пока как. Может быть, конь Д7, слоной в 4, и конь С5. Это пока, наверное, самая здравая идея, из тех, чтобы мне приходили в голову в этой позиции. Ну, давайте попробуем. Е6 вроде бы не проходит. Хотя, стоило проверить этот вариант получше, но кажется, что после Е6 и ФЕ, конь Д4, конь Е5 это должно быть более-менее нормально. То есть, если сейчас черные без особых препятствий рокируют, то, ну, явно нормальная позиция. Может быть, даже с небольшим перевесом конь Д4. Ну, вот, Максим это тоже понимает и пытается создать конкретные трудности для меня. Конь Е5, Ф4, С5, ФЕ, СД. ЕД. Поиграть я на компенсацию с двумя основами, кстати, заманчиво. Давайте попробуем. Ну, и, наверное, эта партия пока просто рекордсмен по разрыву, по затраченному времени. Мы видим, что у Максима практически не убавилось времени на часов, а у меня остается всего лишь одна минута. Но компенсация за пешку должна быть очень достойна здесь у черных. То есть, настолько достойна, что объективно, мне кажется, и на черные борются за перевес. Что после ЕД, что после СД. СД последовало. Возьму на Е5. Где Е5 невыгодно, то есть ДЕ. Слон С5, чувак, Х1, Х4. Такой вот есть план игры на атаку. Можно, конечно, просто поменяться и тоже есть компенсация. Но, наверное, вот это сильнее все-таки. Важно, что нет хода слон Е3. То есть, придется отступать на Х1. И сыграет Х4. То есть, такой наброс, вроде бы, без особых идей. Но вот важно, что ферзь прицеливается к ладье Е1. Ну, вот, например, уже в вариантах создана какая-то угроза ладья Д8. Не знаю, насколько серьезная, но идея такая есть. Конь С3. Ну, должен сказать, что довольно оптимистично. Ладья Д8. Слон Д2, что ли, просто? Ну, это довольно родливо выглядит. Может быть, там ничего у меня и нет с другой стороны. Слон Б7 против ферзь Е2. Да, время тем временем убывает стремительно. Пойду слон Б7. Ход, вроде бы, логичный. На слон Е3 я смотрел какой-то трюк ферзоштырь, но, видимо, он не проходит, потому что он конь Д5. Совсем довольно бредовые варианты смотрю. То есть, вплоть до ферзоштырьки он Д5. Просто ладья Д8. Жаж, ладья Д5. Но, это явно не работает, потому что даже ферзь Д5 можно сыграть. Что обидно для меня, безусловно. Да, времени мало. Позиция, опять же, должна быть неплохой, но я не могу придумать здесь достойного продолжения. Ладно, побью. Сыграю просто ферзи в 2. Держу 3, последует. Могу взять на Б2, хоть что-то. Ферзи 4 и же 6. Ну, не то, что мне хотелось, конечно. Да, блестящий. На самом деле, просто зевнул вот с этого слона. И тут, видимо, все заканчивается. Да, ну, пойду ферзи в 2, не хочу сдаваться. Но сдаться придется в ближайшее время, тем не менее. Дал где-то 8. Ну, тут любой ход за белых выигрывает. Разумный. Например, ферзь Ж1. Надежная. Так и сыграна ферзь в 4. Ну, минимальные есть нападки за черных, потому что слегка ослаблен король. Но, понятное дело, что на результат партии это повлиять не должно. Задумался Максим. Бывает такое, что неприятно играть в блиц, когда практически любой ход выигрывает. Но надо все-таки какой-то ход сделать. Е3. Е4. Ну, бессмысленный ход. Время поджимало. Наверное, стоило просто сыграть А6. Ж5. Диаев 7. Да, ладьев 7 будет заканчивать партию, надо сдаться. Ну, хорошая партия со стороны Максима. Довольно уверен, он отбился от всех моих угроз на королевском фланге. Счет становится 3-1. Увидимся в следующей партии. Увидимся в следующей партии.